В жизни любого YouTube канала наступает творческий перерыв. Итак, он у нас длился несколько недель, но к нашему счастью он закончился и к вашему счастью он закончился. Сегодня мы распакуем достаточно интересный гаджет из Китая от компании Huawei. Это новое видео на канале Gadgetmania. Мы начинаем. Поехали! Huawei и Honor 5X, по нашему мнению, конкурируют с такими смартфонами линейки компании Xiaomi, такими как Redmi Note 3, Redmi Note 3 Pro, Redmi 3 и 3 Pro. Вот такой интересный нейминг. Пора уже, наверное, немножко придумывать другие названия, чтобы, соответственно, покупатель разбирался. И давайте уже не будем тянуть кота за причинные места и начнем данную подробную распаковку смартфона Huawei Honor 5X. Итак, давайте приступим уже к самой распаковочке. Все приходит в достаточно хорошей упаковке, как всегда присутствует пупырка. Если это все дело заказывать на официальном сайте Huawei Honor, не всегда там есть это все в наличии, то, соответственно, у вас будет RST-комплектация, как в нашем случае. Если заказывать в Китае, соответственно, по цене, если вы выиграете на курсе иностранных валют доллара, в нашем случае, то вы, может быть, сэкономите. При этом все частоты LTE, которые поддерживает данный аппарат, будут работать даже на китайской версии телефона в наших странах, в странах СНГ. Итак, приходит все в пупырки. Где-то полгода назад мы делали обзор на очень интересный смартфон Huawei Honor Honor. Так просят китайцы называть Honor 7. Здесь ничего не изменилось по упаковочке. Все примерно так и выглядит, как выглядело полгода назад. Данный смартфон вышел в конце 2015 года, но он интересен в среднебюджетной категории, до 20 тысяч рублей, скажем так. В долларах это порядка 230-250 долларов. По техническим характеристикам здесь стоит восьмиядерный процессор Snapdragon 615, 2 гига оперативной памяти, неплохой Full HD дисплей, также присутствует сканер отпечатка пальцев, в металлическом корпусе сделан сам смартфон. Давайте уже вскроем, до этого не вскрывалась никем данная коробочка. Здесь нам положили в подарок, но не в подарок, это является частью бонусной программы, то есть заложена цена данного Powerbank в цену этого смартфона. Давайте в Powerbank ничего здесь примечательного нету, это на 13 тысяч мАч, он достаточно тяжелый, другие Powerbank, которыми мы пользуемся, весят чуть-чуть полегче, и при этом они в принципе не врут по своей емкости аккумулятора, но не про это сейчас речь. Итак, Honor 5X, вот так вот выглядит коробочка, абсолютно все на русском языке, как я говорил ранее, это RST комплектация, в нашем случае это серый цвет, по-английски это звучит как Space Gray. Компания Apple научила большинство производителей делать смартфоны именно в тех цветовых категориях, то есть в тех цветах, которые делает сама Apple, то есть Space Gray, Silver, Gold и Rose Gold. Итак, делаем аккуратный надрез, дабы открыть данную коробочку. С другой стороны тоже делаем аккуратный надрез. И, соответственно, пытаемся открыть. Та-дам, та-дам! Давненько не было у нас никаких более-менее значимых видео на канале Gadgetmania. Мы исправляем эту оплошность, потому что многие товары едут и находятся в пути. Многие уже приехали и будут сейчас потихоньку выходить и распаковки в последующем обзоры. Но что мы видим? Первый раз, открыв коробку с данным смартфоном, мы, конечно же, увидим сам смартфон. Давайте его положим в стороночку, вернемся к нему чуть позже. Что же у нас еще есть в комплектации? В RST комплектации вы найдете USB-зарядное устройство, силой тока. Я не знаю, поддерживает ли данный смартфон быструю зарядку, но... Так... 5 вольт, 1 ампер. Я думаю, что быструю зарядку данное зарядное устройство не поддерживает, потому что оно всего на 1 ампер. Но явным преимуществом является то, что зарядное устройство сразу на европейскую вилочку. Как мы видим, у нас также присутствует фирменный USB, кабель microUSB-USB для синхронизации зарядки данного смартфона. И есть уже привыкший, скажем так, мы привыкли уже к таким конвертам, а-ля Apple, конвертик с документацией, присутствует скрепка, потому что нет, скажем так, несъемная батарейка данного смартфона, несъемный аккумулятор – это уже тренд. Большинство производителей, даже бюджетники ОМ-производители из Китая делают непосредственно смартфоны с недостающимся аккумулятором. У нас присутствует гарантийный талон, с момента покупки год гарантия. У нас присутствует абсолютно переведенное на русский язык краткое руководство пользователя для данного смартфона 5X. И давайте уже отсложим это все в стороночку. Нам интересен сам смартфон. Он чуть-чуть отдает. Все-таки наступила весна календарная, апрель месяц на дворе, но все-таки на улице немножко прохладно, хотя обещают аномально теплую, скажем так, весну 2016, до 20 градусов в апреле, не знаю, что будет в мае. Итак, снимаем достаточно интересный такой пакетик. Первый раз вижу, что в пакетике обычно, знаете, в пупырку. И перед нами аппарат. Здесь наклеена транспортировочная пленка. Сзади наклеены тоже транспортировочные пленки. Ну, друзья, честно, знаете, вот опять же я повторюсь, все всегда повторяю одни и те же слова. Встречают любой такой продукт, которым человек по своей, скажем так, по своему жизненному циклу пользуется очень-очень часто. То есть смартфонами человек пользуется очень-очень в несколько сотен раз за день разблокирует и берет в руку. Достаточно прикольно. У меня вот нет слов, я сейчас буду все это без монтажа вам показывать. Что у нас написано? Honor 5X, корпус из металла, сканер отпечатка пальцев 2.0, экран Full HD 5,5 дюймов, камера на 13,5 мегапикселей. Здесь компания Huawei никогда не обманывала своих покупателей. Я думаю, камеры честны и будут фотографировать очень-очень хорошо. Давайте пока я любуюсь смартфоном, пытаюсь его со всех сторон вам показать. Очень красивый цвет Space Gray. Знаете, немножко такой с резкой металл. Конечно же, пластиковые вставки сверху и снизу, но они никак не портят дизайн данного устройства. Может быть, наоборот, его каким-то образом украшают. Давайте пробежимся по периферии. Какие у нас есть кнопки, за что они отвечают. Спереди у нас, соответственно, 5,5-дюймовый экран, всевозможные датчики, камера, разговорный динамик. Больше ничего нет. Сзади у нас камера на 13 мегапикселей, двухтоновая, сдвоенная, скажем так. Она в одном кружочке светодиодная вспышка, сканер отпечатка пальцев, как мы уже прочитали, 2.0. Здесь есть отдельное, что примечательно, и на этом можно сказать спасибо компании Huawei, что отдельно у нас есть слот под микросим-карту и есть отдельно слот под microSD. Здесь, в общем, два слота. Они сдвоенные и находятся на левой грани устройства. Сверху, конечно же, присутствует 3,5-разъем джек. Конечно же, есть у нас микрофон. Снизу у нас очень классно смотрятся вот эти вот винты. Давайте чуть поближе я сейчас поднесу к объективу камеры. Вот эти вот два винта очень напоминают данные винты на айфоне. Здесь у нас есть динамик и микрофон. Скорее всего, здесь динамик один. На правой стороне у нас металлические и такие немножко рифленые, знаете, качелька регулировки громкости абсолютно не люфтит изначально из коробки и, соответственно, скорее всего, не будет люфтеть и в последующем, в процессе использования клавиши включения-выключения. Пожалуй, все. Больше никаких интересных особенностей по органам управления у данного смартфона нет. Конечно же, давайте посмотрим на данный, скажем так, продукт. Это два слота под microSD и microSIM-карту. Смотрите, друзья, данный смартфон стоит в России в пределах 17 тысяч рублей. Если быть точным, 16 990. Данный смартфон тоже будет продаваться примерно в эти же деньги. Он был прислан, скажем так, на обзор и на распаковочку. Что я хочу сказать. Есть, понимаете, есть китайские устройства. То есть, допустим, не знаю, дабы не обидеть владельцев таких аппаратов, как Lenovo, ZOOC, я не знаю, OnePlus. Ну, OnePlus сюда не относится. OnePlus вообще очень клевая компания и очень хорошие смартфоны она делает. Хотя, в принципе, все это построено на базе производства компании Oppo. Есть действительно китайские устройства, которые, они наголову уже опережают некоторые модели A-брендов. То есть, если так задуматься, напишите пока в комментариях, что вы себе в голове представляли, когда вам говорили китайский смартфон, допустим, 4 года назад. Я себе представлял, к примеру, китайский iPhone, который с выдвигающейся антенкой. Безумно отвратительное качество, резистивный экран и так далее, и тому подобное. Мне очень бы хотелось послушать и почитать, скажем так, ваши комментарии под этим видео. Можете оставить. И что, в общем, вопрос таков. Что вы себе представляете, когда слышите такое выражение, как китайский смартфон? К чему я это все веду? Такие большие именитые компании, как Xiaomi, Meizu, Huawei, конечно же, безусловно, с каждым годом набирают очень большие обороты в плане качества, в плане обеспечения и удовлетворения пользователя. И они уже становятся наравне с теми брендами, какие мы знаем Apple, Samsung. Там больше ничего, в принципе, в голову не лезет. И поэтому, покупая смартфон за 17 тысяч рублей, вы не переплачиваете 40 тысяч рублей, к примеру, да? Не покупаете iPhone, а покупаете вот этот вот смартфон. И у вас в руках офигенный металлический смартфон с большим экраном, сканер отпечатков пальцев, клевая камера и так далее, и тому подобное. В общем, друзья, я, конечно же, в шоке от того, что делают, что творят китайцы. Итак, давайте уже приступим к включению данного смартфона. Пленочка, опять же, такой, давайте вот так вот, раз, два, три. О, вообще клево! Вот это вот ощущение, пленка еще матовая. Сзади пока пленочку снимать не будем. Пока смартфон включается, я надеюсь, он заряжен. Да, он заряжен. Разглядим подробнее данные слоты. Они металлические, сделаны из металла. Сюда можно вставить одну наносим-карту, одну карточку памяти, а сюда, соответственно, можно вставить микросим-карту или тоже карточку памяти. В общем, как вам будет удобнее, так это все дело и вставляйте. Конечно же, технические характеристики смартфона за 17 тысяч рублей не будут такими же техническими характеристиками, как смартфон, к примеру, за 40 тысяч рублей. Если сравнивать модельный ряд и какая начинка внутри. Но повседневное использование нам говорит о том, что, в принципе, если вы не геймер, если вы не совсем такой задроченный гик, как некоторые, то быстродействия смартфона Huawei Honor 5X вам будет хватать сполна. Итак, у нас первое включение происходит достаточно долго. Присутствует леофобное покрытие на экране. Вообще, клево, конечно, такие ощущения. Давненько я не распаковывал смартфонов. Держать в руке новое устройство безумно клево, безумно здорово. В комплекте, кстати, сразу хотел бы обратить внимание, нет никаких наушников. Но, в принципе, за эти деньги, я думаю, что вы должны сами себе подобрать наушники. Так, у нас идет первое включение. Уже изначально, в принципе, смартфон ведет себя быстро. На стартовых экранах всегда можно увидеть русский, русский Россия, русский Белхрусь. Давайте русский Россия, мы все-таки в России живем. Дальше мы это все пропускаем. Продолжить. Понятно, что у нас следующая страница. Принимаю. Условия использования. Отпечатка пальцев. Давайте зарегистрируем отпечаток пальцев, как быстро это происходит, регистрация. То есть, это достаточно подробная будет распаковка. Она будет длиться, ну, какое-то промежуток времени. Специально вот так вот все это дело сделаем. Для более корректного. Новый отпечаток зарегистрирован. Буквально прошло 5 секунд. Я не смог сказать даже двух, скажем так, фраз. Придумаем пароль, пин-код. Вот такой вот придумаем. Повторим его. И, соответственно, настройка завершена. У нас прошло меньше одной минуты, как мы начали настраивать телефон. И, в принципе, он уже готов к работе. Ну что ж, друзья. Давайте посмотрим по яркости экрана. Какая у нас установлена. Во-первых, выключим автояркость. Вот такая вот максимальная яркость у этой Full HD матрицы. Конечно же, экран IPS без воздушной прослойки. Углы обзора у современных смартфонов вообще не подлежат никакому обсуждению. Все очень и очень хорошо. Нет у нас пока, на первый взгляд, никаких искажений цветов. Никакой инвертации. Я думаю, что здесь матрица будет очень и очень хорошая. Ну и минимальный порог яркости. Достаточно комфортен для чтения, скажем так, в темное время суток. Что у нас? Давненько я Emotion UI. Смартфон построен, конечно же, управляется под управлением. Управляется под управлением. В общем, он на Android. Android 5.1. Я думаю, будет последующее обновление на Android 6. Но, в принципе, здесь есть надстройка самой компании Huawei. Это Emotion UI. В нашем случае это версия. Сейчас мы зайдем в настройки, посмотрим о смартфоне, о телефоне. 3.1. 2 гигабайта оперативной памяти, 16 гигабайта встроенной. Full HD матрица 5.1.1. Я думаю, что будет обновление, как только мы подключимся к Wi-Fi. Достаточно интересно все это. Последний раз юзал данную оболочку, когда пользовался смартфоном Huawei P6, по-моему. Да, если я не ошибаюсь, P6. По процессору, конечно же, поддерживает все частоты LTE. Так-то вот частоту я вам оглашу в полном обзоре, скажем так, в полном ревью от нашего канала на данный смартфон. По быстродействию, конечно же, здесь ничего нет. Есть предустановленные приложения. Видать, здесь компания Huawei сотрудничает с некими сервисами из России. Такие есть, как почта Mail.ru. В общем, всякая ерунда. Я надеюсь, это все удаляется. Да, должно удаляться. Да, все без проблем удаляется. Никаких проблем не будет. Вот так вот выглядит у нас многозадачность. Никаких торможений нет. Отрабатывает, скажем так, касание очень-очень хорошо. Вот так вот у нас выглядит настройка рабочих столов. Но давайте посмотрим, раз у нас это подробная распаковка, давайте посмотрим на камеру. Задняя камера у нас заявлена изготовителем. Является на 13 Мп. Так у нас что, геолокация нет? Отмена. Не надо нам ничего включать. Присутствует автофокус. Никаких проблем у нас здесь по этому поводу нет. Давайте сделаем снимок. Абсолютно стандартный. Мы не профессионалы, не фотографы. И посмотрим, как у нас это все дело. Ну, на первый взгляд, опять же, я думаю, что компании Huawei нет смысла обманывать своего потребителя, своего пользователя. По настройкам здесь вот так вот переключается на видео. Отрезок времени, я думаю, что это таймлапс. И по украшению, конечно же, присутствует вот такой вот момент. Если вы хотите, особенно девушкам, это будет полезно. Если вы хотите убрать какие-то, опять же, неровности своей кожи, вы можете использовать данную надстройку. Есть режим «Вкусная еда». Если вы любите фотографировать еду так, как я люблю фотографировать ее и я, данный режим будет для вас весьма полезным. Ну, в принципе, все остальное. Камера снимает Full HD. По-моему, 30 кадров в секунду. Это предел ее, скажем так, работы. Но, опять же, это бюджетный вариант, что вы хотите. Давайте посмотрим по быстродействию и потом посмотрим на звук. По быстродействию сканера. Распаковывает, вернее, включает ли он устройство. Абсолютно быстро он включает устройство, друзья, чтобы вы понимали. Я нажимаю и сразу же никаких ложных срабатываний. 5 из 5 у нас включение. Есть такая небольшая приятная вибрация. Так, что у нас по звуку в настройках? Что у нас есть? Я думаю, что здесь со звуком тоже никаких проблем нет. Ну, в общем, первые впечатления весьма положительные. Я немножко ожидал, скажем так, немножко скептически относился к данному смартфону. Немножко ожидал от него такой попахи, чтобы бюджетом. То есть, компания Huawei, она не дешевая компания. Она уже метит, скажем так, в лидеры рынка. И поэтому, если она позиционирует смартфон стоимостью 16-17 тысяч рублей, я думал, что они на чем-то будут экономить. Вот в процессе изучения данного смартфона мы будем с вами искать, на чем же все-таки компания Huawei сэкономила. Отличный полифонический динамик. Достаточно насыщенный звук. Больше ничего не могу сказать, потому что я нуб в звуке, но я могу понять, что нравится мне или не нравится. Данный звук мне нравится. В общем, вы не пропустите, я думаю, звонок на максимальной громкости. И, если что, вам поможет вибрация. В принципе, на этом, пожалуй, все. Данную распаковку можно считать законченной. Технические характеристики озвучены. Внешний вид показан. На первый взгляд, данный смартфон является очень-очень хорошим представителем смартфонов до 20 тысяч рублей. Будем его изучать. Вам, дабы не пропустить новые видео на нашем канале, я посоветую подписаться прямо сейчас. Ссылочки будут в описании к этому видео и в аннотациях. Конечно же, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Есть у нас еще купонный сайт gadgetmania.ru для того, чтобы вы могли экономить на покупках в интернете. Заходите, смотрите, если нравится, пользуйтесь. На этом, пожалуй, все. Всего доброго. Пока-пока.